В 11 часов ночи 8 января 1912 года Городовой Иванов, знак 84, задержал возле дома 57 на Садовой улице сани В которых находились несколько неизвестных и три ящика яичного мыла Когда сани были остановлены городовым, мужчины спрыгнули на землю и убежали Оставив ящики с яичным мылом и ломик в фомку Мыло оказалось похищенным со склада Файна со взломом замка Ровными, приветливыми вехами у дороги яблони стоят По дороге той вчера приехали к сторожу Игнату сыновья Тихая садовая улица была когда-то в Старой Самаре одной из окраинных Находившаяся почти на восточной границе города, она была удалена от Волги Здесь на Садовой молча выращивали яблоки и вишню Варили из них варенье и холодными осенними и зимними вечерами Пили с ним чай из двух ведерных самоваров Но вот случались и здесь тоже свои неспокойные деньки Реже деньки, а чаще ночи Так 29 января 1911 года в доме Виноградова на углу Садовой и Заводской улиц вдруг вспыхнул пожар Его причиной стало неисправное содержание печи А вот убыток от пожара подсчитать сразу не удалось Хорошо еще, что все постройки были застрахованы Или вот такая история В августе 1911 года на углу Садовой и Притеченской улиц Булочник, изнаходившийся неподалеку Булочной Афанасьева Вышел на улицу в нетрезвом состоянии И нанес оскорбление словами проходившему мимо мещанину Хорошо еще, что все дело словами и обошлось А могло бы не обойтись Да, могло бы и не обойтись Во всяком случае, именно так заявил во вторую полицейскую часть пострадавший Дескать, кричал, ругался и грозился побить Если не привел свою угрозу в исполнение То только благодаря тому, что на углу Садовой и Притеченской В это время находился ночной сторож Вот вам и тихая Садовая улица Вот вам и добряки-булочники Которые днем пекли крендели и караваи А ночью выходили на улицу Где выражались самыми непечатными словами И грозили мирным жителям свернуть им носы Впрочем, далеко не все жители здесь были мирными Так же, как и не все булочники ругались матерно И только яблоки и вишни на Садовой улице Вели себя относительно стабильно Почти не попадая в полицейскую хронику Оставим пока нетрезвых булочников И почитаем объявления о продажах и аренде домов Вот, например, спешно продается дом на Садовой 14 Около бухты Место, удобное для торговой бани и фабричного заведения А вот сдаются два помещения на Садовой Дом номер 15 Вверх под чайную А низ под аптекарский магазин Или бокалейную лавку с куренем Спросить можно здесь же, у Егорова Сдаются две квартиры на Садовой 71 внизу И несколько комнат наверху Желающие могут оставить адрес в конторе редакции На имя АФГ И, наконец, сдаётся дом номер 64 На улице Садовой Между Панской и Притеченской Справится Узуева Да, вишни и яблоки Вели себя относительно стабильно Не хулиганили И чужих вещей не воровали А вот зато некая Артамонова Знакомая Мещнина Глухарёва Проживавшего больше ста лет тому назад На Садовой улице В доме номер 92 В его отсутствие проникла в квартиру И похитила разных вещей на сумму 223 рубля 40 копеек Эх, Артамонова, Артамонова Мы к вам со всей душой А вы с нами, он как? Или вот взять, например, конфуз Приключившийся между Кузьмой Яковлевым Поповым И Денисом Даниловым Садовским Первый из которых проживал на Садовой улице В доме номер 299 Помянутый Попов Обратился в полицию с заявлением В котором прежде всего указал Что до сих пор считал своего приятеля Неплохим, в общем-то, парнем На которого можно положиться И вот этот-то отличный парень И неплохой человек И выкинул штуку Находясь вместе с Поповым в бане Кошлева В январе 1612 года Он вынул из кармана у приятеля 500 рублей И скрылся в неизвестном направлении Ни на месте его прежней службы Ни в доме Сапожникова Возле ветряных мельниц Где Садовский проживал О его теперешнем местонахождении Не могли сказать ни слова К розыску подозреваемого Сообщалось в газетах Приняты все меры Что ж, пусть полиция пока ищет Садовского Который похитил у своего приятеля Полтысячи рублей А мы пойдем дальше И расскажем вам такую историю Вечером 7 июня 1911 года К начальнику Самаро-Златоустовской Железной дороги Господину Чернай Проживавшему на даче Маркова Явился корестьянин Могутов Который предъявил ему Визитную карточку Правителя канцелярии И просьбу Судить ему Всего лишь 30 рублей На недоумение начальника дороги Могутов смог пояснить только одно Что карточку ему передал Неизвестный Попросивший в случае успеха Заемного предприятия Принести деньги в пивную Находившуюся на Садовой Улице 218 Сам Могутов приехал в Самару Всего несколько дней назад Никого и ничего здесь не знал И в пивной ни на кого Тоже указать не смог Почему и был отправлен полицией В сыскное отделение Чем еще могла удивить нас Улица Садовая Окажись мы на ней 110 лет назад Пожалуйста Обратившись в дом номер 70 Квартиру 8 К Милавич Можно было нанять Опытных репетиторов Имевших в прошлом Продолжительную практику И подготовиться к сдаче экзаменов Название учителя или учительницы Ученика аптекаря Или вольно определяющегося Предложение Можно направлять Как письменно Так и лично Обратившись По указанному адресу Бухгалтер Практик Толпыгин Принимал частную работу По ведению Проверки И постановки Конторских книг А также Составлял отчеты По всем отраслям торговли Промышленности И сельского хозяйства А также давал уроки Двойной итальянской бухгалтерии Хотите узнать Что это такое? Тогда Обращайтесь на садовую 34 В квартиру 3 Ну а мы Между тем Поговорим О совсем другого О рода Катастрофах И происшествиях Так В июле 1911 года Мальчик Топорнин 13 лет Ехавший С купания Сшиб Лошадью Неизвестного Рабочего А случилось это Вот на этом самом Перекрестке Улиц Садовой И Торговой Последняя Позже будет Переименована Сегодня Это улица Маяковского Но Смотреть По сторонам И под ноги Это обстоятельство Нисколько не отменяет И прекрасным Доказательством Этому Является Еще одна Катастрофа Стартовавшая Совсем Неподалеку Отсюда На углу Садовой И Оренбургской Улиц Лошадь Проезжавшего На телеге Крестьянина Афанасьева Вдруг испугалась Автомобиля И сбросив телегу С передков Бросилась Вперед По Садовой Отомчавшись Вот до этого Злополучного Перекрестка Лошадь Передком Ударила Тумбу И слетевшим Колесом Поранила Проходившую По улице Девочку Павлову Семи лет Страдавшую Девочку Тут же Доставили В больницу А вот о том Где остановили Лошадь И как мыкался Безлошадный Крестьянин Оставшийся С телегой Об этом История умолчала Как умолчала Она И о том Что вывела из себя Другую Лошадь Весной 1911 года Ударившую Крестьянина Дмитрия Челышова Который вел Своих Сивых бурок На водопой Сбеленившаяся Лошадка Ударом Копыта Сломала Крестьянину Два Ребра Жизнь Челышова До сих пор Находится В опасности Сообщалось В хронике Ну а чтобы Закончить Эту тему Наездов И столкновений Упомянем Еще об одной Истории 24 января 1912 Года На проходившего Посадовой улице Горца Чебикеса Рамазанова Наехал Почтовый Автомобиль Номер 11 Горец Отделался Легкими Ушибами А почтовый Автомобиль Поехал По своим делам Которых у него Было Совсем Немало А вот Объявление Для тех Кто желал Вступить В отношения С вечностью Чтобы Сохранить На всю жизнь Память О своих Любимых И близких Людях Увеличивайте Их портреты В мастерской Художественных Работ Новикова На углу Садова Ильва Толстого В доме Номер 106 Портреты Изготавливаются С любой Фотографической Карточки Тушью Соусом Итальянским Карандашом Акварельными Постельными И масляными Красками И увеличиваются До натуральной Величины Цены От двух рублей В изящный Паспарту И от трех с половиной В раме Требуются Агенты Ну и на посошок На садовой 126 В квартире 6 Продаются Два Тирольских Кеннера Поспешите Похищенные Вещи И поломанные Ребра Взбеленившиеся Сивки Бурки И дикие Булочники Вот такая Она Это Тихая Садовая Сегодня Тишь Да гладь Да божья Благодать А зато Завтра В тихомомте Всякие Разности Заводятся Вот так Случалось Что Это Тихая Садовая Улица Нет Нет Да и Попадала В криминальную Хронику Ночью 26 Мая 1911 Года Во дворе Дома Номер 321 По садовой Улице Рухнула Каменная Стена Был Разрушен Каретник И задавлена Лошадь Убытку Соседям Эта Неожиданная Катастрофа Наделала Больше Чем На 100 Рублей Тихая И Сонная Садовая Улица Это Конечно Не дворянская И Непанская Здесь И вишня Которая Свесилась Через Забор И яблоки Ранетки Которых Хоть Пруд Пруди Это Летом А зимой Сугробы Выше Человеческого Роста Но Садовая Это Не только Яблоки И Сугробы Это Еще и Многое Другое И мы Сюда Еще Вернемся Дед Игнат Налил Стаканы Брагою И Сказал Смотря На Сыновей Если Впрямь Сказать Далеко Падают Яблоки От Яблони Своей С вами Был Михаил Перепелкин